здравствуйте мальчики и девочки я приветствую вас на нашем канале давайте сегодня поговорим о таком прекрасном городе который называется норильск норильск находится на севере это у нас красноярский край вот кругом вообще практически городов нету там холодно там постоянно ночь там по улицам ходят белые медведи но это шутка конечно ну по крайней мере белых медведей по норильску нету они и не ходят вот хотя вы знаете раньше раньше еще в советское время были люди были люди такие уникумы которые заводили белых медведей и ходили с ними по улицам вот есть фотографии я даже эти фотографии видел а вот то что но это такая история интересная она конечно но вы знаете заслуживает отдельного видео там житель норильска завел белого медведя или как-то ему достался этот белый медведь я честно говоря не могу вам сказать это надо посмотреть в интернете вот почитать эту историю вот и рассказать и изложить видео если вам интересно конечно посмотрите почитайте и проникнете ся этой тематикой вот наш город норильск я прошлом видео вам рассказывал что да как по поводу норильска про аэропорт рассказал чуть-чуть про город дудинку вам рассказал но и про окрестности окрестности норильска норильск вообще я честно вам скажу он довольно таки уникальный город вот он такой вы знаете он уникальный своеобразный тут конечно уникальность во многом в этом городе мало того что он северный он находится фиг знает где этот город а вот и он такой прикольный он интересный он шикарный город единственный минус этого города это вот холод холод вообще до безобразия холодный холод так что вот так вот так ну давайте немножечко посмотрим фотографии вот значит я пробил в яндекс поиски на фотографии города норильска а вот и вот здесь у нас значит высветилась подборочка всяких фотографий давайте с легенца пройдемся по этим фотографиям вот это вот фотография она я так думаю относительно недавно но так это не совсем старая фотография это у нас значит старый город а вот на рис делится на скажем так на старый город старый норильск и норильск но можно сказать новый норильск но так худо-бедно вот вот это вот старый город вот смотрите почему его называют старый город потому что как бы норильск зарождался отсюда с этого места с этого старого города потом какое-то время прошло и норильск начал расстраиваться и он ушел туда в другую сторону и там уже начали строить там девятиэтажки дома там какие-то сооружения здания питерцы приехали начали строить ленинский проспект но и все в таком духе а все вообще начиналось а начиналось а со старого города да вот так ну ладно давайте дальше посмотрим что у нас здесь но здесь и это уже вот смотрите это короче уже старенькая фотография но я думаю эта фотография знаете каких годов годов 90-х да вот потому что здесь уже такое более все современное и вот этот вот вертолет я его помню а вот я вообще маленький очень был децел полный вот и вот этот вертолет стоял и вы знаете в 90-х блин в этом вертолете сделали видеосалон да когда вот это вот это поперла вот это все безобразие здесь а в этом вертолете да 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 в этом вертолете сделали видеосалон там крутили всякие фильмы зарубежные ну и все в таком духе так ну давайте дальше посмотрим что у нас здесь дальше ну это вот я так думаю тоже это такая относительно старая фотография да вот это вот город норильск такой скажем так с высоты птичьего полета вот смотрите вот это центральный въезд в город норильск а вот но это центральный въезд скажем так 2 2 если ехать с аэропорта вон оттуда то там скажем так самый центровой въезд в город а вот это вот не ну хотя вы знаете может быть я и ошибаюсь а хотя я думаю что конечно все таки это первый въезд потому что он такой шикарный красивый прикольный и интересный да я наверное думаю все таки это центральный вход центральный въезд центральный влёт да ну вот смотрите значит вот здесь вот у нас улице улице домов не очень много так реденько реденько вот а вот здесь вот комсомольская улица видите здесь еще и вообще ничего не построено но мне сложно сказать какой-то год это честно говоря надо пробежаться по датам по фотографиям сверить все и так далее и так далее но это стопудово старая фотография вы меня спросите ты чего не видишь что это старая фотография да я это вижу что это старая фотография вот так что вот так вот давайте дальше погнали так ну это тоже старая фотография вот вот там вот видите вот это вот место это у нас заполярник стадион заполярник вы знаете я по большей части прожил в толнахе до пожил в толнахе и мимо меня конечно очень многое прошло и в частности вот это вот этот заполярник и вот эти постройки в городе норильске там свежие старые что-то делали что-то сносили и так далее мне конечно сложно говорить ну так знаете конкретно по датам конкретно по застройкам но я вот вижу что это действительно старая фотка но вы знаете она действительно классная это да и норильск мне кажется поинтереснее был все таки в советском союзе но не знаю почему у меня вот такое чувство или у меня просто такие ассоциации с советским союзом потому что я вырос там я вырос в советском союзе родился в советском союзе мое детство юношество прошло там советском союзе ну может быть из-за этого ладно давайте дальше посмотрим что у нас здесь но это тоже старая фотография вот этих вот я так думаю домов вот смотрите смотрите тут вообще двухэтажные дома я даже мне тяжело слегонца сориентироваться что это да как но вот это вот это норильск уже новый норильск вот смотрите вот это заполярник это стопудово заполярник а вот это по всей видимости это толнахская улица что ли ёпаный свет нифига себе офигеть можно вот вот этих домов уже нету это сто процентов если вот это толнахская вот эта улица толнахская тут везде стоят девятиэтажки и этих домов просто нету так что вот так вот интересные очень интересные фотографии если есть желание короче проникнись в эту тему вообще очень классно так давайте посмотрим а теперь давайте посмотрим фотографии новые нового норильска вот но тут смотрите тут видно сразу же это норильск уже более такой современный и так далее весь светится весь сверкает но конечно да норильск преобразился и конкретно вот смотрите вот вот наш норильск вот там вот толнахская улица поперла это у нас ленинский проспект ну а суда в сторону идет комсомольская вот это вот управление комбината да вот это здание я смотрел фотографии где скажем так это здание строили вот ну конечно фотки вообще прикольные угарные и интересные блин мне очень понравилось это все безобразие а вот так что вот так вот ну а вот это вот это тот же заполярник стадион заполярник мы смотрим на предыдущих фотках вот это стадион заполярник так что вот так вот вот это вот здание сбербанка ну и там все остальное так ну давайте дальше следующую фотку посмотрим ну тут вообще красота но посмотрите конечно да норильск преобразился он стал блин он стал курортом если бы вот вы знаете я в детстве был маленький когда я всегда думал что в норильске сделают как сказать вот гордолыжный курорт вот серьезно говорю но вот так вот подумать логически блин на риски сделать гордолыжный курорт это вообще это это будет шик просто я когда маленький был я думал мечтал об этом что будет куча народу приезжает туда-сюда иностранцы и так далее но я уже вырос мне уже 42 года так к сожалению моя мечта о гордолыжном курорте не сбылась а но вы знаете гордолыжный курорт из норильска переехал в сочи да я думаю они планировали в норильске строить но потом туда-сюда и решили все-таки немножечко планы перекинуть на город сочи на розу хутор на красную поляна боже если вы не были на красном поляне там просто офигенно так ну ладно давайте посмотрим еще фоточку одну ну вот смотрите да здесь уже и дома покрасили все очень очень красиво а вот так что вот так вот вот такой вот у нас город норильск краткий краткий очень краткий такой пролет по городу норильску а вот мы наш обзорчик легенькие по городу норильску заканчиваем а вот будем писать еще обязательно будем еще писать видосы про норильск про норильский есть что рассказать очень многого в норильске есть хорошего и очень много плохого но вы знаете честно я вам скажу хорошего стало больше вот город меняется появился более-менее нормальный интернет все кругом расцветает блин я мечтаю чтобы в норильск приехал макдональдс ну пожалуйста завезите нам макдональдс макдональдс и adidas который уехал от нас мне просто нравится фирма adidas но это не реклама честно вам скажу я просто люблю хорошую одежду а вот действительно качественную одежду качественные вещи и не алиэкспресс вот так что вот так вот подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх оставляйте свои комментарии а мы увидимся с вами в следующих сериях